Дорогие друзья, сколько можно говорить о проблеме с клеропластикой? Мы многое уже сказали. Многое вы почерпнете на страницах моего сайта, в многочисленных фильмах, которые мы выпускаем. Мы каждый день выпускаем по одному, по два фильма. Вдумайтесь, такого, пожалуй, никто не сделал. Мы это делаем для того, чтобы всем было понятно, что надо делать. Врачам надо делать, когда мы прикасаемся к самому святому здоровью. Именно поэтому мы работаем в информационном пространстве, в информационном поле. Итак, склеропластика. Мы показали ее ненужность. Естественно, мои оппоненты могут сказать, Лик Гачич, ну если не склеропластика, то что? А вот тут очень интересное поле информации. Очень много мы поместили информации на своем сайте и фильмах, что надо делать. Поэтому найдите время, отложите все дела и посмотрите наши фильмы. Посмотрите наши уроки Домашнего университета доктора Демского, где я подробнейшим образом описываю, что надо делать. Но при этом обращаю внимание всех. Нигде нет метода Демского. Нигде я не говорю, что я лечу какими-то своими методами. Это возвышает меня как ученого. Я нигде не говорю о себе. Моя задача – методы известных ученых, научно-исследовательских институтов внедрить на местах, в каждом доме. Но методы это не мои. Обращаю ваше внимание. Часто бывает, доктор так говорит. Когда я говорю, зачем вы делаете эту склеропластику? Он говорит, а что ж тогда вместо нее? И разводит руками. И вот эти разведенные руки, их тысячи, этих людей. Не надо разводить руки. Конечно, если вы ничего не знаете и не умеете, и не читаете, то у вас остается только одно – скальпель. Вы берете и режете. Вопрос – зачем? Я понимаю, когда надо резать. Когда нет необходимости другого варианта, как только операция. Тогда понятно. Но когда есть альтернатива, то надо познакомиться. В чем суть альтернативы? Взять и подчеркнуть. Поэтому побольше читать и перенимать опыт. Благодарю за внимание. До встречи. Продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин